Далее в программе она поняла, что самой ей не справится. Я бросила всё и побежала в церковь. У каждого вопроса есть ответ. У каждой проблемы есть решение. Всё зависит от направления нашего поиска. Хотите знать больше? Пишите и звоните. Наш адрес 01001 Киев. Абонентский ящик 168. Дом живых историй. Телефон 8 800 50 777 50. Бесплатные по Украине. Наталья Рыхлевская родилась в Киеве. Неразделённая первая любовь оставила в её душе глубокую рану. Наталья без любви вышла замуж, родила ребёнка. Муж изменял ей и не уделял внимания. Из-за этого Наталья начала злоупотреблять спиртным. Вскоре они расстались. Чтобы у сына был отец, Наталья предприняла вторую попытку создать семью. Выйдя замуж, она родила дочь. Но душевные раны ещё долго не давали покоя. Наталья продолжала пить. Я хочу познакомить вас с Натальей Рыхлевской. Мы говорим сегодня о том, что для нас наши дети. Наташенька, что помогло тебе избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни? Моя дочь. Дочка. Леночка. Да, всё началось с неё. Потому что я катилась в такую пропасть. И плюнув на себя рукой, я думала, что так, гори всё синим огнём. Потому что жизнь стала бессмысленной. Частые ссоры, частые вот эти запои, из которых потом страшно было выходить. Но моя дочь пошла в церковь. Она не хотела, чтобы мама её пила. Она пошла в церковь. Я была шокирована этим известием, когда она пришла и сказала, мама, ты знаешь, Бог есть. Я говорю, что ты выдумываешь? Какой Бог? 20 век в мире, а ты какого-то Бога себе выдумала? Потому что в моём представлении Бог – это старушка, это палочка обязательно, корзиночка обязательно. И это для меня был Бог. Я очень переживала за свою дочку. И вдруг она стала приходить позже, в 10, пол 11, потом в 11. И я начала тревожиться по-настоящему. Я попросила, я говорю, Лена, я пойду, я разберусь с этим пастырем. Что это такое, в конце концов? Ты ребёнок ещё. Ей было всего 14 лет. Она так заплакала и кричит, папа, пожалуйста, пойдём, пусть мама не идёт, потому что, ну, характер у меня был такой. И Жорик пошёл, и мой муж пошёл, и он там покаялся. Сразу же покаялся, они начали вдвоём молиться. Потом начали приходить постепенно все мои родственники. Но я сопротивлялась. Я до такой степени была, ну, как-то вот против. Я считала, что это всё обман. Ну, нет никакого Бога. Если бы был Бог, то со мной такого бы не случилось в жизни. Ну, что-то в моём сердце происходило непонятное. И я решила пойти тихонечко тайком посмотреть, куда они ходят. И первое, когда я переступила порог церкви, я начала плакать. Я начала так плакать. Я человек по натуре весёлый, энергичный. И для меня заплакать, это было очень нужно было много приложить усилий. И вдруг меня сотрясали рыдания. Я выскочила оттуда. И сколько понадобилось времени для того, чтобы... Потом дочка ко мне подошла и говорит, мам, ты знаешь, твоя жизнь изменится. И у меня появилась надежда. Я пришла в воскресенье, в среди недели. Я когда не могла дождаться, когда будет призыв на покаяние. Я выскочила, я так плакала, я так просила Бога. Но наутро я как захотела курить, я так сигарету в рот. Я как захотела пить, прибежала на работу, я в торговле работала. Я так же захотела выпить, и меня отвернуло на полтора года от Бога. Я пришла домой злая. Я сказала, чтобы слово Бог в моём доме не говорилось, потому что это враньё. Потому что ты мне сказала, что моя жизнь изменится, но она не изменилась. А ничего не произошло. И чего не произошло. И вот наступил этот день, воскресенье. Это был 93-й год, 12 декабря, когда все ушли в церковь в воскресенье. А я встала у окна, и я заорала, Господь, если Ты действительно есть, я не хочу туда. Я бросила всё и побежала в церковь. Я встала в собрании. Я начала молиться, и вдруг что-то со мной произошло. Я сама не поняла. Я вышла со служения с чувством, что я свободна. Я просто свободна. Я пришла на работу на следующий день. Несут девочки. Ну, традиция в торговле, традиция. Бутылка, выпивка и так далее. А я на них смотрю, я не понимаю, что они от меня хотят. А потом я говорю, боже мой, девочки, я же не курила. Я не курила два дня. Я знаю, я, Бог меня освободил. Боже мой, я была самая счастливая. Я теперь знала. Но это была победа. Но победа? Да. Бог показал, что Он силён во всех отношениях избавить меня. Вторая попытка прийти к Нему с желанием в сердце. У меня было желание избавиться. И Бог мне помог. И я счастлива. Бог мне подарил такое служение. Чем ты сейчас занимаешься, Наташа? Я сейчас служу глухим людям и слепым людям. Сейчас я уже служу 10 лет им. 10 лет? 10. 11 год. Вот уже даже будет скоро. И я счастлива. Я действительно счастлива, что я имею этих людей. Я через них учусь смиряться. Я сейчас живу настолько полноценной жизнью. Я смотрю на своих детей, на своих внуков. У меня уже будет шестой внук. Вот. И я настолько, глядя на них, я счастлива. Вот это действительно то, что я искала всю жизнь. Вот это та любовь, которую я не могла найти до этого. Слава Богу, Наташенька. А все началось с дочкиной молитвы, с дочкиного желания, чтобы мама изменилась. Дети – это просто наше благословение. Спасибо, Наташа, что заглянула к нам в Дом живых историй. Друзья, мы встретимся через минуту, чтобы помолиться и ответить на ваши вопросы. Далее в программе Олег Аскаленок отвечает на вопрос телезрителя. Пиво – это не круто. Круто – это не пить. Человек рожден для счастья. Поэтому у каждого есть шанс сделать свою жизнь радостной и счастливой. Как? Звоните, пишите, чтобы узнать больше. Наш адрес – 01001 Киев, абонентский ящик 168, Дом живых историй. Телефон 8 800 50 777 50, бесплатный по Украине. Друзья, мы говорим о том, что для нас наши дети. Для хороших родителей дети означают все. Не задумываясь, они готовы отдать за детей даже свою жизнь. И все, что они делают, продиктовано любовью. Порой это может иметь какую-то неправильную форму или выглядеть грубовато. Но мотив все равно один – любовь. Это потому, что мы чувствуем, что дети даются нам Богом. В Библии, в Псалме 126 3 стихе написано, «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». И сегодня мы хотим помолиться вместе с вами, чтобы ваша родительская любовь была проявлена во всей полноте. Чтобы вы могли сказать своим детям слова любви и поддержки. Ведь они так нуждаются в этом. Вы можете повторять за нами слова молитвы. «Дорогой Небесный Отец, я признаю сегодня, что я грешница и нуждаюсь в Твоем прощении. Прости меня. Я верю, что Твой Сын, Иисус Христос, пришел на эту землю ради меня. Дорогой Иисус, войди в Мое сердце. Помоги мне быть настоящим родителем для моих детей. Дай мне ту любовь, которая от Тебя, явить своим детям и быть настоящей мамой. Благодарю Тебя, мой Отец, Сын и Дух Святой. Аминь». Аминь. Дети могут быть большой проблемой для нас, но они же могут стать огромным благословением, если мы приложим усилия, чтобы помочь им найти Господа. А в нашей программе письмо от юного телезрителя. Он пишет, мне 15 лет. Реклама говорит, что пить пиво – это круто. А мама считает, что если пить пиво, то к 20 годам можно стать алкоголиком. Так ли это? Мы попросили ответить на это письмо редактора московского журнала «Военно-христианский вестник» Олега Оскаленка. Давайте послушаем. Правда. Я думаю, можно стать алкоголиком гораздо раньше. Пиво – это не круто. Круто – это не пить. Круто, когда ты можешь сказать, что я не буду этого делать. Я смотрю на человека, и он говорит, ну, я свободный человек. Я говорю, какой же ты свободный? Ты – раб вонючей папироски. Она над тобой властвует, не ты, а она тобой владеет. Не ты – хозяин своей жизни, а это пивко, это клинское или еще что-нибудь там. Рогань какой-то, да любое пиво. И человек, ну, я же вот чуть-чуть. Ну, все начинается. Речка начинается с ручейка, а пьянство – с рюмочки. Будьте послушны Господу, и пусть Божий мир будет на вас и ваших детях. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в Доме живых историй. И, конечно же, оставляем со стихом из Библии. Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова